Как реализовать свой авторский проект, не имея денежных средств? Такой мастер-класс провела для участников форума руководитель Ярославского театра «Дети улиц» Марина Акишина. Секретом успеха она поделилась с начинающими общественными деятелями. Какие авторские проекты сегодня вы предлагаете, чтобы вам их помочь реализовать, не имея денежных средств? Так, семинар для волонтеров, оборудование, мастерской керамики для детей-инвалидов. Несколько социально значимых проектов предложили участники мастер-класса. Гость из Ярославля рассказала весь алгоритм действий создания таких проектов и обещала помочь найти их авторам ресурсы для реализации конкретных задач. Так, например, в Лакжанке, которая хочет создать студию керамики для детей-инвалидов, Марина Акишина предложила конкретного партнера, который предоставит материал для лепки глину. Моя задача сегодня, как руководителя данного мастер-класса, максимально по возможности дать свой опыт. А и сверхзадач сегодняшнего мастер-класса, чтобы, если уже кто-то с мастер-класса уйдет и возьмет себе на конкретный проект хорошие заметочки, чтобы действительно конкретно помочь в организации конкретного проекта. Нам очень нравится форум, еще раз повторяюсь, потому что за один стол сели люди власти, бизнеса и общественности. Вот это трио, три кита – это идеальный вариант. У специального гостя форума Марины Акишиной большой опыт в этой сфере. Она является организатором 36 социально значимых проектов. Большинство из них она реализовала без материальной поддержки власти и бизнеса. Главный успех секрета, говорит она, – это волонтерская деятельность. Так, проект «Фестиваль уличных театров Ярославля», которым она руководит, каждый год проходит благодаря усилиям именно волонтеров. В поиске денежных ресурсов спикер посоветовала участникам форума стремиться к сотрудничеству, искать именно партнеров, а не спонсоров, чтобы обе стороны были друг другу полезны. Тогда бизнесмен будет заинтересован в совместной работе и будет поддерживать проект в дальнейшем.